господа участники нашего скромного мероприятия под названием 55 лет в рамках проекта 55 лет олимпийского дзюдо и нашей научно-образовательной конференции дзюдо наука практика искусства сегодня у нас еще один выступающий ешков владимир город москва и сегодня я дам ему слово сам расскажет темы его выступлением и я думаю что мы потом обсудим доклад уважаемые коллеги добрый день позвольте представиться меня зовут ешков владимир владимир викторович тема моего доклада это проблематика современного состояния и перспектива развития ветеранского дзюдо в словах позвольте конечно такой небольшой преамбула сказать я конечно возможно готовился несколько там другой аудитории к другому выступлению может быть ну как бы аудитория пошире и представлена различными категориями там заинтересованных из тренеров там специалистов и спортсменов поверьте очень сложно выступать перед таким узким жюри тем более в том случае когда люди занимаются давно в спорте дзюдо знает хорошо мы все знаем и трудно что-то совершенно новое но тем не менее Равон Георгиевич попросил принять участие в этом мероприятии мне хотелось бы сказать несколько слов с таким небольшим докладом выступить который содержит в себе часть часть научной работы это кандидатская диссертация которая подготовлена нами в период с 2015 по 2018 год как раз вот тема связана с совершенствами спортивной тренировки дзюдоистов ветеранов диссертация эта работа готова она выполнялась на базе московского союза ветеранов дзюдо и самбо в тесном сотрудничестве с борисом шалчем беридзе много тренировались там тестировали выступали сами на соревнованиях и там наши скажем так спортсмены ветераны с которыми мы работали также выступали на соревнованиях различного различного вида на различные категории результаты были получены положительные апробации диссертации пройдено и сейчас этап подачи документов диссертация делась в группу к смите там несколько сложности возникли у нас с тем что был почти в течение года закрыт диссертационный совет там по ряду организационных обстоятельств вот он сейчас открылся с сентября подаем документы заново всю эту проходную процедуру мы надеемся что мы доведем значит это дело до конца вот и в общем как принято по научным требованиям прежде чем ознакомиться с основной частью хотелось бы конечно остановиться в первую очередь на вот аспекте актуальности этой темы развитие дзюдо среди дзюдоистов ветеранов и среди дзюдоистов зрелого возраста через первую очередь здесь конечно же хотелось бы остановиться и сказать буквально два слова а может быть они будут самые ключевые это собственно остановиться на самом феномене Вот Раун Георгиевич, когда готовил материалы, которые я внимательно просмотрел, все ваши к этой конференции, то есть интервью с рядом специалистов, достаточно таких титулованных, известных, даже в какой-то степени знаменитых, с большим стажем, с большим опытом в спортивной карьере, тренерской деятельности, им всем задавался вопрос, что же такое, скажите пожалуйста, что такое дзюдо, вот скажите своими словами, охарактеризуйте кратко, в основном все, конечно, вопросы, может быть, в какой-то степени такой неожиданной, звучит неожиданно, и поэтому ответ такой, он очень, ну, естественный для человека, то есть он, в принципе, останавливается на том, что, в общем-то, всем известно, дзюдо это гибкий пункт, или там, ну, дипкости каким-то иным образом, вот, трансформирует вот эту формулу, вот этот перевод дословный, то есть вот, может быть, это жизненная философия, может быть, что-то это еще такое, но я бы хотел, знаете, все-таки остановиться на содержательном аспекте вот этого термина, раскрыть это единоборство, и, в принципе, я считаю, что именно здесь и заключается вот этот феномен его, так, такого, особого статуса, может быть, такой вот его популярности на современном Италии. Дело в том, что, если мы посмотрим в сами истоки, то есть, далекий вот этот XIX век, Дигаро Кана, когда он разрабатывал эту систему, его все-таки основная цель его, вот, вот, собственно, замысел, концепция создания этого вида единоборств заключалась в том, что он должен играть большую воспитательную роль, как раз как средство воспитания. И здесь, возможно, он, по нашим ощущениям, заглянул, может быть, на десятилетие вперед, может быть, даже опередил время, и вот те идеи, возможно, которые стали актуальными среди спортивных специалистов, спортивных физиологов, практиков спортивной тренировки, где-то, примерно, начиная с 80-х годов, то есть, которые связаны со здоровьем, сберегающими технологиями, здоровый образ жизни, повышение качества жизни и так далее и тому подобное, он как раз затронул вот этот аспект в конце, вот именно, в этот далекий XIX век. Определенным образом, как мы говорим, опередил время. И вот те, как принято говорить, средства и методы тренировки, форма тренировки, те технические приемы, которые были им отобраны, были трансформированы для проведения занятий, они как раз как нельзя лучше соответствуют вот этому направлению деятельности именно системы физического воспитания. Поэтому сейчас на современном этапе я считаю, что дзюдо, оно именно представляет собой такую тесную взаимосвязь трех компонентов. Во-первых, как мы уже отметили, это система физического воспитания для подрастающего поколения, для детей, для подростков, для молодежи. Это средства физической культуры, вот именно здоровьесберегающие технологии для взрослого населения, причем абсолютно всех возрастов, это начинается, мы говорим о зрелом возрасте, там, условно говоря, 25 лет, и дальше туда проводим линию, вектор, который, собственно, границ он уже не имеет. И как очень популярный вид, олимпийский вид спорта, то есть вот эти три компонента. Взаимосвязь между ними достаточно тесная, достаточно сильная, и зачастую Драмберг что же ставил такой вопрос? Вопрос спортизации, да, или вопрос соревнований в дзюдо. Вот как вы задавали вопрос с Пулераевым, значит, вот, если бы были сейчас, или вот тогда бы, если бы не было соревнований в вашей молодости, занимались бы в дзюдо или не занимались бы в дзюдо? Нет, было бы у вас интересно заниматься дзюдо, если бы исключить соревновательную деятельность. И вот, что интересно, естественно, все специалисты, все спортсмены, которые прошли через это горнило соревнований, говорят, в принципе, вполне понятно. То есть, если бы соревнований не было, то, скорее всего, нет, не занимался. Ну, тут, конечно, вопрос такой несколько спорный, каждый человек по-своему воспринимает всю эту свою деятельность спортивную, соревновательную. Но, несомненно, здесь одно, что вот этот соревновательный аспект, который, может быть, находится на самом верху вот этой пирамиды, которую мы называем дзюдо, он, безусловно, он как такой сильнейший катализатор, он тащит за собой развитие, собственно, всего этого процесса. То есть, это и форма занятий, методика тренировки. Безусловно, совершенствуются технические действия. Если мы посмотрим, например, на дзюдо, скажем, 60-х и 70-х годов, и сравним его с тем дзюдо, к которому мы привыкли уже сейчас в современной еде, то, безусловно, мы увидим большая разница между той формой схваток, которые проводились тогда в соревновательных схватках, чем не важно с участием каких спортсменов, и тем, что мы видим сейчас. То есть, дзюдо стало более быстрым, более динамичным, более техничным, борцы борются влево и вправо, активно работают как в стойке, так и в партере. То есть, налицом, если мы подойдем в черту и делаем короткий итог, дзюдо стало более совершенным. И вот в этом совершенствовании в течение десятилетий, я считаю, что, безусловно, нужно отдать должное именно вот этому спортивному, соревновательному аспекту дзюдо, поскольку мы знаем, что, да, есть иные виды единоборств, ну, мы не будем практиковать, мы не будем конкретно там указывать, но которые не имеют столь выраженный, отчетливый соревновательный аспект. И там, конечно, техника действий порой вызывает определенные сомнения, эффективность этой техники. Поэтому соревновательный аспект, он, конечно, весьма и весьма значительный. Вопрос, как средства физической культуры, опять, исходя из тех установок, которые были разработаны над Зигарукан еще в XIX веке, и их дальнейшее совершенствование по ходу развития человеческого общества, в общем-то, это выражается в том, что форма тренировочных занятий и те технические действия, которые выполняют спортсмены, как на тренировках, так и на соревнованиях, они вполне понятны, и они, что очень важно, они безопасны. Они с эстетической точки зрения привлекают как детей, так и молодежь, так и взрослых людей. У человека, у него, ну, собственно, вообще, вот это стремление к противоборству, оно заложено самой природой. То есть, вот этот инстинкт выживания в среде, в какой-то степени, он воплощается в нас, и, может быть, мы, не отдавая, или не отвечая конкретно на этот вопрос, но это тянет нас в додзи, вот в этот зал, поэтому мы одеваем кимоно, поэтому мы выполняем определенные технические действия, поэтому мы соревнуемся, именно дух вот этого противоборства, пускай он ограничен какими-то правилами, пускай этот оппонент, этот соперник, это наш хороший товарищ по клубу, но, тем не менее, мы пытаемся воссоздать какую-то модель такой борьбы, модель единоборства, в которой мы, возможно, там в нашей голове только одерживаем верх, одерживаем победу, и именно это привлекает. И, собственно, перечень вот этих факторов, он привел к тому, что вот сейчас по данным Международной Федерации Дзюдо, ну, там данные могут несколько раз конец в различных источниках, но общая численность занимающихся дзюдо во всем мире, где-то приблизительно находится в пределах 40 миллионов человек, 40 миллионов человек, то есть мы можем с вами сказать, что это, по сути, численность нескольких европейских государств, например, таких как Норвегия, Финляндия и так далее, то есть это представляет, это все государство Норвегии, все одеты в кимоно, все с поясами, все находятся в дозе, то есть численность, конечно, колоссальная. Количество занимающихся в Японии также потрясает воображение, порядка 8 миллионов человек, то есть вот, например, это численность города Москвы, скажем, там 80-90-го года, то есть численность тоже весьма и весьма значительная. При этом на фоне вот этих статистических данных, когда мы начинаем рассматривать и говорить про Россию, про Российскую Федерацию, здесь, к сожалению, картина не столь радужная. То есть по данным за приблизительно 2013 год, там тоже они несколько расходятся, в одном из докладов приходилось встречать такую цифру, ну, с точки зрения, там до человека я не назову, но типа 143 956 человек. Затем, что интересно, проходит буквально несколько лет, там уходит программа развития дзюдо на период там до 20-го года, и уже вот новый сайт Федерации дзюдо России, который появился прямо первой страницы, главное, мы там видим уже следующую цифру. За никакое общее количество число занимающихся в Российской Федерации превышает 350 тысяч. То есть буквально там за три года число этих занимающихся у нас каким-то волшебным образом увеличилось. Задача мы поставили. Да, так ли это или нет, написать мы можем многое. Это сказать весьма сложно. Но дело в том, если мы проанализируем качественный состав вот этих занимающихся, то он, наверное, у нас, но все-таки относится в основном к молодежи. То есть приоритет это дети, детско-юношеские школы, школа Олимпийского резерва, детские клубы, ну и там молодежь, молодежная сборная. Взрослых, к сожалению, не так много. И если здесь все-таки опять попробовать провести аналогии с развитием дзюдо во всем мире, то там картина совершенно иная. То есть если мы анализируем различные информационные источники, смотрим на интернет-ресурсы, выезжаем за границу, там разговариваем с людьми, которые практикуют дзюдо, мы видим, что там значительная часть населения развитых стран, взрослого населения, занимается дзюдо. То есть количество взрослых там достаточно велико. И возможно в этом также, и это также послужило одной из причин, и спортизации вот этого взрослого дзюдо. Мы знаем, что с 2009 года, ну в принципе, позже уже значительно, чем по каким-то причинам не вполне понятно, возможно каким-то организационным, политическим, чем в других единоборствах, например. В самбо чемпионаты мира стали проводиться с 1994 года, также значительно раньше стали проводиться чемпионаты мира среди ветеранов по греко-римской и вольной борьбе. Ну дзюдо этот вопрос несколько затянулся. Но тем не менее, международные соревнования, международные турниры, причем там есть ряд федераций за рубежом, которые именно развивают вот это направление дзюдо среди любителей, не среди профессионалов, которые регулярно проводят турниры подобного типа, подобного вида. Это говорит о том, что количество занимающихся дзюдо, оно значительно. И в принципе у нас, в Российской Федерации, мы наблюдаем также, вот анализируя статистику участия спортсменов в соревнованиях среди дзюдо и ветеранов, мы видим, что численность эта растет. И в общем-то количество потенциальных спортсменов, которые принимают участие, которые хотели бы принимать участие, оно год от года становится все больше. Поэтому вот эта популярность дзюдо среди взрослого населения и одновременно за последние десятилетия увлечение вот этими здоровьезберегающими технологиями, фитнес-направлением, развитием физической культуры и стремлением людей к различного возраста повысить свое качество жизни именно за счет занятий физической культурой, оно, собственно, и побудило нас к тому, что необходимо этот процесс было исследовать, изучить и, по всей видимости, проанализировав, дать какую-то оптимальную методику или, скажем так, наметить тенденции в совершенствовании методики подготовки спортсменов зрелого возраста. Что здесь необходимо отметить? Анализ выступлений дзюдоистов-ветеранов, дзюдоистов зрелого возраста, это будет, наверное, более правильно сказать, потому что, собственно, у нас слово ветеран в русском языке воспринимается как, в словаре обозначено как опытный, заслуженный, старый, специалист, сотрудник, работник, воин, так далее и тому подобное. Но, поскольку возраст дзюдоистов, которые участвуют в соревнованиях данного типа, начинается от 30 лет, то, в принципе, в 30 с небольшим лет, ну, мы не можем сказать, что этот спортсмен, он старый, он опытный, он заслуженный. К тому же, здесь, если рассматривать качественный состав вот этих спортсменов, далеко не все из них занимались когда-то в молодые годы, дзюдо или самбо, или вообще единоборствами. Некоторые приходят в этот вид спорта из других видов, кто-то занимался легкой атлетикой, кто-то тяжелой атлетикой, гиревым спортом. То есть возраст 30 лет для них это возраст начала занятием дзюдо, поэтому трудно назвать их ветеранами. Здесь, возможно, нужны какие-то иные там предложения и несколько уточнений вот этой терминологии, возможно, по зарубежному варианту. Там такие категории называются сеньор или мастер, или каким-то еще образом, поэтому здесь какая-то коррекция, в принципе, необходима. Так вот, наблюдая за тренировочным процессом вот этих спортсменов зрелого возраста, мы, в общем-то, пришли к такому выводу, что там сложилась следующая ситуация. Имея определенный опыт, тренировочный опыт в каком-то более молодом возрасте, они, собственно, и сейчас, в возрасте 35, 45, 55, 65 лет, стараются как-то фрагментарно копировать вот эту методику тренировки для детей, для юношек, для взрослых, возможно, как-то там ужимая ее и приводя в соответствие со своими текущими физическими кондициями. Но тут возникает интересный вопрос, что, собственно, а может ли физиологически организм зрелого спортсмена воспринимать нагрузки тех значений, которые, например, характерны для более молодых спортсменов, и каким образом вообще, собственно, эти нагрузки можно адаптировать для взрослого, зрелого человека, исходя из условий его жизнедеятельности. И тут, естественно, в общем-то, вывод, он напрашивается сам собой. Когда мы внимательно рассматриваем спортсменов-профессионалов, молодых спортсменов, которые живут и тренируются только спортом, у которых сборы, у которых кроме тренировок, в общем-то, больше ничего нет, мы понимаем, что эти люди спокойно выдерживают нагрузки тренировочного объема дважды, а то и трижды в день, там по пять, по шесть раз в неделю, для них это нормально, для них, причем, какие-то там сборы и проведение занятий такого дифференцированного характера, то есть, например, сегодня только отработка, завтра там это будет больше там борьба, третий там день, это возможно только специальная физическая подготовка и так далее и тому подобное. То есть, вот такая дифференциация видов тренировочных заданий по дням, недели, она для них нормальна и естественна. Что у нас получается со взрослыми людьми? Совершенно противоположная картина. Условия современной жизнедеятельности, к сожалению, современному россиянину побуждает и заставляет очень и очень много трудиться. То есть, восьми-девятичасовой рабочий день и то он далеко не у каждого и не у всех. При этом семьи, работа, проблемы, здоровье и так далее и тому подобное. Все это приводит к тому, что люди приходят в спортивный зал два-три раза в неделю, то максимум. А зачастую мы сталкивались и с такой ситуацией, ну, применяя там различные опросные методы, анкетирование, беседы со спортсменами-ветеранами, которые говорят так, ну, например, говорит, я участвую там, скажем, 4-5 раз в году, там, борюсь, там, скажем, есть там Москва, там Россия, съездил на Европу, съездил на мир. Ну, вот я, говорит, примерно полтора-два месяца перед каждым соревнованием не достаточно, потому что я мастер спорта СССР, там, конкуренция не столь высока в его возрасте и в его весовой категории, которая, собственно, позволяет ему буквально там за несколько тренировок опять дойти до определенной кондиции, победить, выиграть, войти там на мире в тройку, а то и стать чемпионом мира, и, в принципе, у него все нормально. Ну, безусловно, эта ситуация не совсем правильная, не совсем нормальная. Опять исходить из мотивационных установок данного спортсмена. Чему он стремится? К тому, чтобы получить очередную медаль, очередной кубок, то есть говорить о своих достижениях спортивных, или говорить все-таки о том, что я тренируюсь, я занимаюсь спортом для того, чтобы иметь вот этот постоянный, пусть может быть не очень крутой, пусть может быть с какими-то платами, все-таки вектор развития в своей жизни, то есть совершенствовать свое тело, совершенствовать свою подготовленность, совершенствовать, повышать свою работоспособность. То есть, собственно, качество жизни человека возрастает за счет чего? За счет того, что он в первую очередь, а, он здоров, б, он работоспособен, и он в состоянии переносить абсолютно любые нагрузки, которые предъявляют ему современную жизнь в том или ином формате, там, на работе, в семье, какие-то стрессовые ситуации, вот, собственно, вот это, я считаю, и должно являться основной, целеполагающей установкой для занятий любым видом спорта для взрослого человека, а не его достиженческий мотив. Вот тут очень важно указать это правильно, правильно развести вот эти различные понятия в разные стороны, и необходимо, чтобы люди это понимали. Так вот, когда у человека, по объективным причинам, у взрослого человека, достаточно, он ограничен во времени, для того, чтобы тренироваться, собственно, и методика его подготовки, методика его спортивной тренировки должна, на наш взгляд, несколько отличаться. То есть здесь должно быть определенное сочетание, комплексирование, или, как говорят, интегрирование различных видов подготовки, возможно, в одном занятии, или в одном тренировочном задании. Значит, ну, поскольку одним из таких основных аспектов